Привет, ребят! Хочу поговорить и показать, как замерить мощность усилителя в автомобиле в реальных условиях с сабвуфером, не на резисторах, потому что это совершенно другое. И посмотрим, какая на самом деле картина у нас происходит с мощностью, сколько летит на сабвуфер и что у нас по факту в итоге получается. В интернете очень мало информации о том, как правильно замерить мощность и уж тем более нету видео о том, как выбрать правильно токовые клещи, какие клещи выбрать, как их подсоединять и так далее. Мне как-то сразу это не давалось и тяжелая судьба у меня с токовыми клещами. Китайское говно! Сначала я купил дешевые вообще за 800 рублей клещи на строительном рынке, откровенная китайщина. У меня не получалось ими померить ток. Может быть у меня, конечно, руки кривые. Но в любом случае эти клещи были говно, потому что у них тут же отвалились провода от щупов. Вот. Вот так делают. Все отлетело, отвалилось. Потом я на какое-то время отложил этот вопрос, но в любом случае я к нему возвращался, потому что нужно купить клещи и мерить мощность, какая при замерах летит на сабвуфер. Вот. И, как я уже говорил, нет информации, какие покупать. И только по видео на ютубе тех ребят, которые показывают замеры мощности усилителей, я смотрел именно по картинке, какими клещами они пользуются. И уже ориентировался на это, смотрел в интернете, приценивался и выбирал. Также консультировался в магазине, всем известном Чипы Дип, с продавцами, что они советовали. Ну и что я могу сказать? Вот. Какие клещи можно купить, да? Вот есть фирма Юнит, Юните. У них есть и дешевые модельки, и подороже. И, в принципе, за полторы-две тысячи вы купите нормальные клещи, чтобы померить мощность. Также другая фирма Мастек или Мастэч, кому как нравится, которые взял я. И Флюк. Но Флюк уже более премиальная фирма, и клещи их производства стоят 5-6, там даже 10 тысяч рублей. В общем, как я уже сказал, сложность была именно с выбором производителя, какие клещи купить. Но потом, впоследствии, как оказалось, что у меня возникли проблемы еще с тем, что их просто тупо заказать где-то, где-то купить нужно. Как у меня изначально проблемы с этими клещами пошли, так они у меня преследуют меня по сей день. И с этими клещами тоже есть косяк, но об этом позже я расскажу. Ну, раз пошла такая тема, значит, нужно сделать мини-обзорчик на сами клещи. Вот так они выглядят. Фирма Мастек, моделька МС-2109А. Это, по-моему, этого года, 18-го, так что достаточно новый. Значит, сразу, чего не понравилось, вот, видите, заедают. То есть, чтобы отвезти, нужно немного в сторону. Ну, как-то не идеально работает, но это хрен с ними. Значит, что они умеют? А, сразу вот этот вот регулятор не очень удобный, потому что часто вот здесь вот рука соскальзывает. И лучше бы здесь, ну, как обычно такая была, с держалочкой. Я раньше уже говорил, что хотел клещи те, которые меряют постоянный ток, чтобы можно было мерить КПД усилителя и, соответственно, мощность на входе усилителя. Вот. Постоянный и переменный ток здесь можно выбирать. Значит, какая комплектация была? Вот сами клещи в таком чехольчике, в коробке. Два щупа, черный и красный. Термопара, они меряют температуру. На самом деле, это, ну, такая продвинутая моделька, они много чего умеют, они меряют частоту. Меряют, кстати, вот если будете штробить стены, делать ремонт, вот кнопочка, видите, НЦВ, и вот этот выступ. И просто вы к стене прислоняете, где вы хотите обнаружить кабель, вдруг в стене где-то он там замурован. Нажимаете, и если там течет ток, то они будут пищать. Ну и, ребят, давайте перейдем непосредственно к замерам мощности. Это не какая-то заумная с формулами физическими история. Это просто тупо пошаговая инструкция, что нужно сделать, чтобы получить результат. Значит, смотрите, ребят, первое, что нужно сделать, это померить ток на акустических проводах, которые идут от усилителя к сабвуферу. В данном случае у меня четыре провода, это два плюса и два минуса. У вас может быть один плюс, один минус, либо десять плюсов, десять минусов. Что нужно сделать, это раскрыть щупы на клещах и повесить прибор либо на все плюсы, либо на все минусы. Далее на регуляторе нужно выбрать переменный ток. Поворачиваем на 60 А. Вот вы видите, такая волна, переменный ток. 600 А это для крутых ребят, у которых стоят два генератора по 300 А. Ну а для простых бичей 60 А будет достаточно. Какие плюшки приятные у клещей есть? Это вот кнопочка, вы видите, Max Min. То есть, вы эту кнопку нажали, и клещи фиксируют либо минимальное значение, либо максимальное. В данном случае нам интересно максимальное значение. Чтобы не смотреть на дисплей, мы нажимаем кнопку Max, вот она загорелась на дисплее. И все, мы можем спокойно наваливать, и значение останется на дисплее. Фиксация максимального значения, это прикольная фишка, освобождает вас от всего, то есть прибор все делает сам. Это когда у вас в машине 160 дБ на высокой частоте, и вы физически просто в тачке не можете находиться, вы поставили, замерили, пришли и посмотрели результат. Также есть кнопка Hold, она сохраняет текущее значение, которое показывается на дисплее. Тон пропал, значение осталось. Подсветочка. Разница между Max и Hold в том, что вы нажали Max, и все, ушли из машины, включили дистанционно тон, и прибор оставит вам максимальное значение. А кнопку Hold при текущем значении вы должны на приборе нажать сами. Итак, парни, давайте померяем ток. Значит, громкость поставлю 30, 35 Гц. Ставим Max и крутим. И крутим. Значение зафиксировалось, 2,04 А мы получили. Далее нужно померить напряжение на акустических проводах. Мы берем щупы и вставляем один щуп в один плюсовой провод, второй щуп в один минусовой провод. Подключаем щупы к прибору. Красный в красную. Черный в черную. Вот так это должно выглядеть. Далее на приборе выбираем переменное значение по напряжению. По умолчанию здесь стоит постоянный ток, видите, полоса с точками, и нам нужно выбрать переменку. Нажимаем Select. Вот она волна, переменное напряжение. И вот тот косяк, который я упоминал, что эти клещи не фиксируют у меня максимальное значение по напряжению. То есть я нажимаю кнопку Max и вместо показаний они выдают какую-то ошибку. Единственное, один раз у меня получилось нормально померить, но в другие разы все время они сбрасывались. Посмотрим, что будет сейчас. Ранее я заметил, что они нормально максимальное значение отображают. Там до 10 вольт, а свыше уже рубятся почему-то. Ставим Max и запускаем синус. Добавляем громкость. Видите, сейчас зафиксировали значение. Сейчас попробуем, чтобы в ошибку они рубанулись. Ну вот, пацаны, видите, как чуть мощи больше дал, вот такая фигня. К сожалению, я пока не разобрался, в чем проблема. Так что, ребят, кто если знает, напишите обязательно в комментариях, что это может быть. Итак, парни, мы померили переменный ток и переменное напряжение на акустических проводах от усилка к сабвуферу. Значит, что мы делаем? Теперь нам нужно эти значения перемножить. 2,04 А умножаем на 3,26 В. Получаем 6,65 В. Теперь надо узнать сопротивление, при котором усилитель выдал эту мощность. Значит, для этого напряжения, 3,26 В, делим на 2,04 А. 1,59 Ом. И для того, чтобы у нас померить мощность на входе, узнать КПД усилителя, нам нужно взять, раскрыть щупы и повесить на... Нужно взять, раскрыть щупы и повесить либо на плюс, либо на минус провода, которые питание усилителя, которые идут у вас там от аккумулятора, из-под капота или еще откуда. Вот таким образом. И здесь, соответственно, на регуляторе мы выбираем постоянный ток. Ну, как обычно, 600 для крутых, 60 для бичей. Вот вы видите прямая линия с точками. Это постоянный ток. Макс. И, кстати говоря, сюда же нужно повесить еще один мультиметр на плюсовую и минусовую клемму входящих терминалов питания усилителя и выбрать также постоянное напряжение. Но или смотрим тупо на вольте. Это то же самое. Итак, запускаем. Синус 35 Гц, громкость 30. И добавляем мощности. Значит, клещи у нас фиксируют сами. А мы смотрим на вольте 14,3 Вольта просадки. И на клещах 2,49 А. Итак, ребят, померили мы входную мощность, которую потребил усилитель. Давайте посчитаем. Значит, 2,49 А на 14,3 В. Это то, что было на входе. Мы получаем мощность 35,6 Вт. Так, давайте теперь посчитаем КПД. Ну вот, я уже вижу тут странность, да? Значит, выдал он 6,65 Вт. Делим это на 35,6 Вт, то, что он сожрал. И получаем в данном случае, что КПД усилителя 18%. И вот с каждым разом, когда что-то делаешь, и каждый раз больше удивляешься, и задаешься вопросом, а какого хрена, почему так? Ну вот тут же я нахожу объяснение, что усилитель тупо просто не загружен, то есть он вообще ничего не отдает, но потребляет те же 14,3 Вольта. Ну, поэтому, наверное, в данном случае КПД вот такой низкий. Ну и как вы могли заметить, вот по амперам, да? Давайте вот так вот по амперам посчитаем то, что выдал он у нас. 2,04 А, да, усилитель. А съел 2,49 А. И если вот так вот посчитать, то вот получается 81%, почти 82. В любом случае, парни, вы видите, что громкость маленькая, 30 всего на магнитоле Пионер, и усилитель вообще не загружен, он выдал 6,6 Вт. Но это вообще ни о чем. Если усилитель загружать по полной, там вплоть до клипа, то там уже показания будут совершенно другие. Я мерил, там уже КПД 90 с лишним процентов получается. Ну что, парни, вот таким макаром меряется мощность. Надеюсь, все было понятно. Я старался разложить это все по полочкам. Ну а так хочу сказать, что вот люди, допустим, вы покупаете усилок киловатт, полтора, два, два с половиной, и думаете, что у вас при этом летит два с половиной киловатта в машине в реальных условиях. Вы, парни, глубоко заблуждаетесь. Вот сейчас на громкости на Пионере на 30, 30 громкость, это уже, в принципе, нормально. Ты слушаешь, едешь, когда не валишь. Мощность, которую отдает усилок, 6,5 Вт. 6,5 Вт. Максимальное значение, которое я мерил и видел, что этот усилок отдает, это было 1175 Вт. Это уже начинается клип. Все, в реальных условиях усилок больше не дает. Но это то, что я вот видел, сколько я мерил мощность. То есть, усилок 2,5 киловатта, в реальности вы получаете половину от этого. Не потому, что усилитель не может больше отдать, а потому, что таковы реалии. Такая реальная система автомобиля, потому что существует рост импеданса. Это живой динамик, он двигается, катушка нагревается, динамик ходит. Соответственно, сопротивление уже не 1 Ом, как заявка 2,5 кВт, а это 2, 3 и даже 4 Ом. А если вы посмотрите, уже на 4 Ом 2,5 кВт отдают 700-800, в лучшем случае 900 Вт. Также питание просаживается. То есть, у вас не всегда 14,4 В, на которые производитель заявляет данную мощность. А это 13, в лучшем случае, да, у кого-то там и до 11 бывает просад. Вот и считайте. Сейчас у меня стоит динамик Урал Патриот 10, у него заявка номинальная, это 1200 Вт. Это также, парни, не значит, что у вас теперь в машине 1200 Вт. Не, нифига подобного. Это заявка номинальной мощности, это та мощность, при которой динамик не сломается. Если вы дадите больше, ему придет каюк. Ну, плюс или минус, всегда бывают исключения, да. Так что история такая, парни, что вот в реальных условиях на динамик сейчас, на вот этот, летит в среднем 900 Вт. И это максимум, это уже начинается клипа у селка. То есть, если бы вы просто ездите, не наваливая, слушайте музыку, ну там сколько, ну 100, 200, 300 Вт в систему летит. Надеюсь, было интересно. Так что, ребят, подходите всегда ко всему с умом. Пока! В общем, заказываю я в известном интернет-магазине, не буду называть какое клеще. Ну, перезваниваю, что-то это. И в итоге получилось так, что вместо клещей мне пытались впарить какие-то коврики для мышки, какую-то фигню, еще какую-то. И в итоге я отвечал на какие-то глупые вопросы минут 10. И потом я плюнул, и все, я повесил трубку. Ну, потому что в итоге, вместо того, что я хотел получить, мне пытались навязать какую-то полную хрень и ахинею. Заказал в другом интернет-магазине. Кстати, это клещи были фирмой ЮНИТЭ. Там у меня возникли проблемы с доставкой. Мне нужна была определенная дата, потому что, ну, я находился бы в определенном месте. Они сказали, что у них доставка в пределах трех дней. И в какой из дней они привезут, они сами не знают. Вот, как бы я сказала, ну, вы оформите заказ, но то, что мы привезем, это не факт и это не точно. Но меня такая ромашка не устроила, поэтому от этого интернет-магазина тоже пришлось отказаться. Ну, как вы видите, достаточно проблематичная история, потому что то впаривают какую-то фигню, то не могут провести, то клещей нету в наличии, потому что это, ну, не особо популярный, скажем, товар. Ну, в итоге взял уже вот как раз Мастек, другой фирмы, в другом интернет-магазине, в Озоне я покупал. Там эти клещи были с гиперскидкой. Ну, правда, изначально цена там была завышена, они стоили 4 800. В итоге я их купил за 3 500, они доставили, с этим, наконец-то, проблем никаких не возникло.